Такое правило, что они не должны доставлять дискомфорта своему собеседнику и окружающему. То есть, если вы приглашаете, например, японца погулять, он вам никогда не скажет «нет». Это еще одно такое правило. Если вы с ним не в очень тесных отношениях, ну как, не очень хорошие друзья, да, например, а просто общаетесь на уровне «привет, пойдем погулять», он никогда вам не скажет «нет». Он скажет «у меня время не подходит, а может быть мы сходим на следующей неделе», но ответа «нет» никогда не будет. Потому что если он скажет «вам нет», это считается, во-первых, верхом неприличия, и он создаст вам неудобства. То есть вы составили какие-то планы, он вдруг взял и их вот так вот разрушил. И таких ситуаций, ну не обязательно, да, такие вот они поверхностные. Конечно, бывают очень большие проблемы в бизнесе из-за того, что иностранцы, да, пишут прямым текстом «мы хотим с вами там заключить контракт на такой-то, такой-то, такой-то», а им отвечают «ну вы знаете, это было бы возможно, если бы там вы нам написали дня через три или все в каком роде». И они, иностранец, он никогда не может получить прямого ответа на свой вопрос. И это всех, так сказать, раздражает. То есть поэтому, прежде чем начать общаться с японцем, можно немножко почитать литературу, я бы сказала. У нас есть очень хорошие книжки и сайты есть, которые пишут правдивую информацию, что с японцами надо точно так же окольными путями общаться. То есть если вы у него хотите что-то спросить, у них даже целые речевые обороты в японском языке. Да, то есть в языке три степени вежливости. Если у нас мы можем обращаться или просто на «ты», или на «вы» по имени, отчеству, то у них либо ты обращаешься на «ты», либо на «вы», либо на очень-очень вежливое «вы». Она пила под деревьями сакуры. Два американца, этого в газетах не писали, потому что для Японии это было бы, ну как они считают, для них это был бы вверх позора. То есть два американца, они очень-очень сильно выпили и пошли в императорский дворец, а там закрыто, соответственно, потому что открывается один раз в год. И что они сделали? Они переплыли ров и начали карабкаться по вот этой вот стене, выложенной большими-большими вот этими камнями. Ну и, соответственно, вся Япония была в шоке. Об этом все новости трубили дня три, наверное. Об этом писали все газеты. И между японцами, даже между нашими учителями, ходили такие разговоры, что вот, мол, американцы все-таки недалекого ума. То есть у них даже есть такое выражение про американцев. Кто-нибудь знает такое слово «бака»? Да. Что это значит? Дурак. Да. А «бака-гайджин» — это американец. То есть то, что дословно переводится по «иностранник». То есть негласно японцы между собой, они называют американцев именно «бака-гайджин». «бака-гайджин» — иностранный человек, «бака» — недалекого ума. Да, всех остальных они называют, то есть россиянин, россия-джин, там, Италия-джин и так далее. Всех называют нормальным. За исключением американцев. Ну, я думаю, этот случай подтверждает их догадки. Вообще к русским и к иностранцам, да, к остальным иностранцам, кроме американцев, они обносятся очень положительно. Единственное, в Японии все-таки достаточно тяжело устроиться на работу иностранцев. Для того, чтобы устроиться на подработку, просто, да, не даже на серьезную работу, например, кто-то приехал учиться в языковую школу на полгода, например, по долгосрочной программе, чтобы было разрешение работать. Для того, чтобы устроиться на подработку, тебе, во-первых, в аэропорту надо сразу это сказать, чтобы получить соответствующие документы. Если ты этого не скажешь, потом придется ехать в соответствующие, там, в посольство и так далее, по мэриям разъезжать, собирать эти документы. Они, например, если на собеседование придут на подработку кореец, китаец и швед, возьмут корейца или китайца, потому что лицом они не выделяются. То есть иностранцев больше предпочитают брать на подработки, например, в кафе шведской кухни, его бы взяли, потому что там работают шведы и так далее. В кафе русской кухни часто берут, соответственно, даже стараются брать русских людей, девушек и многих людей на простую подработку тяжко. Вообще японцы относятся достаточно положительно. То, что пишут также в интернете и бывает даже где-то в некоторых книгах, таких в новой издании, пишут, что японцы, они достаточно так негативно о России отзываются и вообще о русских, это неправда. То есть они очень, они в принципе очень доброжелательны ко всем и к русским в том числе. То есть подружиться с японцем нелегко, но можно, но опять же надо соблюдать вот эту субординацию, да. То есть нельзя на первом, в первый день там знакомства нельзя спрашивать там, например, о семье. Да, то есть это как обычно в день знакомства тема японцев сводится, что ты любишь покушать, куда ты хочешь пойти покушать, а почему ты хочешь это покушать. То есть все сводит к еде и, например, какая сегодня хорошая погода. Весь день сводится к этому. Вообще японцы очень, я бы сказала, даже помешаны на еде, если затрагивать эту тему, да, у них в стране самое большое количество ресторанов в душу населения. То есть если вы выходите, например, на станции метро, на какой-нибудь такой, на большой, прямо в центре города, там будут какие-то магазины, бутики. Но стоит вам завернуть в маленькую-маленькую улочку, все, кафе, 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 бары, бары, и они друг на друге, эти вывески, они светятся, и они всегда забиты. То есть утро, день, вечер, неважно, там всегда кто-то сидит и ест, всегда. И когда вы идете гулять с японцем, с японкой, без разницы, первый вопрос будет, что ты хочешь покушать. Потому что первая гулянка, она начинается с кафе. Либо вы идете замуж или женитесь, либо вы поедете туда учиться. То есть такого, как, например, во многих странах бывает, да, я сам себе оформил гостиницу, сам себе купил билеты, подал документы на визу, и мне визу дали. Такого нет. То есть для того, чтобы вам дали хотя бы просто визу в Японию, это надо, чтобы у вас в стране был какой-то гарант. А чаще всего это турфирма. Турфирма, соответственно, берет какую-то энную сумму денежек за вашу визу. Если это, например, вы познакомились, например, с кем-то из Японии, и вот он хочет выслать вам приглашение. Не вышли. Потому что для того, чтобы получить приглашение с японской стороны, вас в посольстве попросят совместные фотографии, совместную переписку. То есть откуда вы познакомились, о чем вы общались, обезопасно ли вам ехать в Японию, может, вы террорист какой-нибудь. То есть поднимут все, поднимут все архивы. И если у вас нет совместной фотографии, хотя бы трех, то есть не одной даже, а трех, приглашение не оформят. Потошел. Да? Бывали и такие случаи. Был случай, когда девушка устроилась на работу, то есть ни разу в Японии не была, и подала документы. То есть ей работодатель выслал уже все-все документы, и ей в посольстве нашем российском сказали, предоставьте, пожалуйста, фотографии вашего рабочего кабинета. И визу не дали, потому что фотографий таких не было. То есть, в принципе, получить визу в Японию очень тяжело. И в последнее время, если вы едете самостоятельно, а не туристической группой, да, а один, например, вы решили там же через турфирму поехать, могут отказать. Запросто. В последнее время, например, полгода назад в Питере отказывали вообще всем. То есть всем, кто не подавал, даже на учебу некоторым отказывали. В Японии сейчас даже отказывают в продлении визы тем, кто там находится. Опять же, можно по каким-то политическим причинам. То есть люди отучились там два года, хотят работать, подают документы работодателя, ну и все вот это, весь пакет документов. И им говорят, извините, нет, два года истекло. Два года, кто не знает, это максимальный срок, на который, ну, который вы можете находиться в Японии по причине обучения. То есть вы отучились, и если по истечении двух лет вы не устроились на работу, не женились, не вышли замуж, в общем, не нашли, как продлить вашу визу серьезно, все, до свидания. В принципе, получается, невозможно пойти и устроиться на хорошую голову. Ну, как у нас, допустим, мы же там директор работы магазина. Иностранцу можно. А, иностранцу? Иностранцу можно. Иностранца за это больше, так сказать, любят, потому что, во-первых, они владеют точным минимум двумя языками, своим родным и японским. Потому что серьезную работу не возьмут с низким уровнем японского языка. Если вы знаете только английский, у вас, наверное, то, как переводом каких-нибудь документов допустят, и то, как допустят, если один язык знают. То есть обязательно надо знать как минимум два языка. Чаще всего в японских компаниях, вообще, когда устраиваются, они сдают тест по математике, по английскому языку и по японскому языку. То есть при устройстве на работу японцы сдают экзамен. И по итогам этого экзамена уже назначаются какие-то собеседования. Расскажем немножко про Токеду, да? Про нашу компанию. Собеседование, Токеда японская компания, да? И собеседование, как я недавно узнала, там проводится точно так же, как в Японии. То есть надо пройти семь кругов падок. Когда вы приходите на первое собеседование, с вами разговаривает... Ну, как кто-нибудь может быть из-за дела кадров, да? Нет? Не из-за дела кадров. Да? То есть просто проводят... Да, да, да. Сначала вот. То есть ознакомительная такая беседа. Кто вы? А почему? А зачем? А какие у вас цели в жизни? Я не знаю. То есть если вас одобрили, вы идёте дальше. Вы там идёте, например, к начальнику отдела, в котором будете работать. Он вас смотрит. Он вас там помучил, помучил. Если вы ему более-менее понравились, вы идёте на третье собеседование. Оно бывает финальным и бывает предпоследним. То есть либо вы идёте на собеседование, где сидят несколько начальников, либо вы идёте на собеседование сразу к президенту компании, как в Японии. И если уж вы там понравились, то всё, вас берут. Нет. Вы ждёте неделю. Ну да, да, да. Можно ещё подождать. В ожидании помучиться. И тогда вам скажут. Да или нет. Ну, чаще, чаще да. Если прошёл все семь кругов АДА, то это уже, может быть, какие-то формальности. Потому что если человек не подходит, он обычно отсеивается так. Собеседование на третьем может быть.